Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы смотрите программу Культ Личности. Мы действительно сегодня его в очень неожиданном формате записываем. А все потому, что буквально на ступеньках ОКЦ нам удалось встретиться с Еленой Прокловой. Вот с ней мы и будем общаться. Здравствуйте, Елена! Как ваше настроение-то? У меня всегда настроение самое замечательное. С меня можно брать пример. Это безусловно. С вас можно брать пример вообще во всём. Тут по всем каналам практически прошли программы с вашим участием, посвящённые вашему юбилею. Я очень благодарна. Вы знаете, я праздновала свой юбилей со всей страной. Это точно. Но это народный юбилей, правда. Спасибо. И все, безусловно, говорят, и я могу констатировать факт, что вы, конечно же, женщина без возраста. Ну, я бы так не сказала, но готова согласиться. Комплименты – это тоже приятно. Как вам это удаётся? Да никак не удаётся. Я живу в свою радость, люблю свой возраст, горжусь своей жизнью. И вообще мне хорошо живётся. Вот и всё. Весь секрет. Вы живёте за городом, тем не менее, я так понимаю, насыщенная театральная жизнь Москвы мимо вас не проходит? Ну, знаете, я успеваю жить за городом, заниматься домом, садом и хозяйством. И при этом оставаться в своей профессии, пребывать во всяческих фестивалях, торжествах и так далее. Ещё остаётся время подумать, что бы сделать ещё. А что хочется сделать ещё? Ну, мне, например, хочется более подробно заняться живописью, иконописью. Серьёзное занятие. Вот это да. Ну, я надеюсь, оно обязательно найдётся, расчистится, тем более дочки-то уже подросли, такие взрослые. Спасибо, да, да. Особых обязанностей уже нет. Это да. Но у вас размеренный вообще распорядок дня? Ну, ну что, у меня сумасшедший распорядок дня, у меня сумасшедшая жизнь. И я этому безумно рада, и всем того желаю. Потому что чем больше неожиданностей вам готовит судьба, чем больше подарков от этой жизни вы получаете, тем интереснее жить. Вспомните детство. Просыпаешься с утра и думаешь, как я хочу жить. Выбежать бы там, я не знаю, в песочницу, в сад, к друзьям. А что тебя ждёт, ты не думаешь. Ты понимаешь, что ждёт тебя жизнь. Благовещенские что-то успели посмотреть, походить, погулять? Ну, как же я успела? Нет, конечно. Сегодня мы прилетели с утра, чуть-чуть поспали. Сейчас были на открытии. Сейчас посидим, пообщаемся, отметим начало этой замечательной недели. Завтра у нас спектакль, после завтра мы улетаем в долгий тур гастролей со своим спектаклем «Невеста на прокат». Поэтому что я могу сказать? Я жду о мужской осени в таком формате, когда я могу здесь присутствовать всё время. То есть членам жюри мы сейчас намёк просто. Членам жюри, ещё кем-то, неважно. Просто человеком, который здесь присутствует, очень хочу побывать здесь весь срок. Надеюсь, что это наступит не скоро. А мы надеемся, что очень скоро. Не-не-не, подождите, дайте мне ещё сумасшедший пожить где-то. А потом мы уже здесь как-то обоснуемся. Ну, действительно, в вашей жизни разные периоды. И жили вы в разном темпе, в разных местах когда-то, в полном уединении. Вот сейчас, если вот как-то обозначить этот период, он какой? Да всё такой же, безумно молодой, по тому количеству неожиданностей, которые в моей жизни происходят, потому что я жду, потому что мне есть о чём мечтать, чем заниматься, где работать и так далее. В общем, я думаю, что молодость заканчивается тогда, когда перестаёт хотеться жить. Это очень верно. А счастье? Вот у многих своё определение. У вас оно какое? Счастье. Я не буду говорить, что это когда тебя понимают, потому что понимания не дождаться ни от кого, ни от родных, ни от близких, ни от друзей. Счастье – это когда тебе нравится встречать утро, раннее, когда ты ждёшь этой жизни, когда ты не только планируешь завтрашний день, но ещё понимаешь, что судьба тебе приготовила какой-то сюрприз. Я искренне хочу надеяться, что здесь, в городе Благовещенске, вас обязательно ждут только сюрпризы и приятные. Спасибо огромное. Я желаю всем благовещенцам, знаете, какое название, да, у жителей вашего города, я желаю благих вестей, я желаю, чтобы вести в вашем номе всегда были со знаком. Плюс, чтобы это было здоровье, счастье, любовь, страсть, секс, работа. Почему про работу так грустно? Как-то я под конец. Она счастлива. Я забыла о ней. Но я её желаю. Работа – это важный фактор в нашей жизни. Тем не менее, мы-то про работу точно не забываем. Елена, спасибо вам огромное. А я напоминаю, что мы общались сегодня с Еленой Прокловой, а вы смотрели «Культ личности». До скорой встречи в эфире. Спасибо.